В Марьинке украинским солдатам снова удалось остановить диверсионную группу, которая пыталась прорвать украинские кордоны. Но несмотря на напряженную обстановку, в этом прифронтовом городе солдатам удалось отвлечься, почтить память своих побратимов. А самым отважным вручили медали. Как это было, видел Александр Зыков. Бойцы батальона вооруженных сил Украины Донбасс нашли время в ежедневно обстреливаемой Марьинке и почтили память своих побратимов, погибших два года назад под Иловайском. В батальоне продолжают служить 8 военнослужащих из первого состава батальона, которым удалось выжить в Иловайской бойне. Сегодня их наградили медалями. Понятие чего-то особенного можно определить, это еще даже в тот момент, когда мы уже пришли. То есть даже на Петровцах, то есть все уже реально понимали, куда они идут, зачем они идут, почему они идут. Генерал-лейтенант вооруженных сил Украины, командир оперативного командования ЮГ Руслан Хамчак от имени командующего сухопутных войск вручил знаки отличия восьмерым героям. Отметили наградами и благодарностями медиков, волонтеров, всех тех, кто эти два года вместе с воинами продолжают защищать Украину. Два года назад, в эти часы, и здесь присутствуют, и много тех, кто выжил, и тех, кого нет, как раз сейчас принимали участие в разных боях, включая на выпаду из Иловайска. Сумная сторона нашей истории не только Иловайска, а вообще сумная сторона начала с весны 2014 года. Но мы с вами на войне, и ни одна война не предпочитает, что из этой войны все вернулись живыми и здоровыми. Любой бой, любая битва, любое зитнение – это втрата. Прикро, что этих втрат много. Прикро, что гинуть лучше. Но и мы тоже, те, которые остаемся, должны помнить, что память про этих людей обязывает нас находиться на фронте, воевать дальше и добиться победу для нашей страны. Руслан Хамчак в своем обращении к бойцам Донбасса сказал, что он уверен в том, что свою задачу выполнять не только военнослужащие, но и политики, и дипломаты, и Украина будет освобождена. Наивысшую церковную награду Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, орден Святого Равноапостольного Князя Владимира Третьей Ступени, получил командир батальона ВСУ Донбасс Вячеслав Власенко. Она должна закончиться вместе с победой. У меня нет сомнений, что мы победим в этой войне. Я сегодня сказал, что на нашем обоце Бога, на нашем обоце правда, мы победим. Для этого у нас есть все возможности. Мы матемованы бойцы, и мы знаем, что мы тут делаем, и мы знаем, на что мы сюда пришли. И самое главное, это знает наш сопротивник. Тем временем, на улицах Маринки слышны звуки стрелкового боя. Ночью была отражена атака вражеской диверсионно-разведывательной группы противника в составе 10 человек. Враг получил достойный отпор.